Папа, на первый же объект, представляешь, только устроился форс-монтаж, первый же объект мне дают. Тут же я встреваю на 100 тысяч рублей денег. Забираю его отсюда, пока я его не убил. Очень сложно найти толкового мастера, профессионала, любящего своего дела на нашем поприще, на этом строительном. Добрый день, меня зовут Максим, работаю в компании форс-монтаж, занимаюсь укладкой плитки и не только, и, короче говоря, санузел под ключ. Родился в городе Ставрополь, прожил там 30 лет, и на старости лет решил поехать в Москву покорять. Закончил школу, 11 классов, поступил в университет Ставропольский государственный, на экономический факультет. Отучился 3 курса и бросил. Забрал документы и ушел. Прошло года 3, родители настояли, что надо закончить, и уже заочно я там восстановился в институте и закончил. Получил диплом высшего образования. Положил его в тумбочку и больше я его и не видел, в принципе. Здесь у меня живет брат, родной мой старший, 4 года разница. Говорит, что ты там в провинции живешь, сидишь точнее, приезжай к нам в гости. И остался здесь, в принципе, жить. Брат предложил мне работу в компании «Дикси». Он там работал на тот момент, где-то там в управляющей компании, там, маленьким начальничком. Ну и меня туда подтянул. Руководитель группы запуска я был там. Отучился у них, там, закончил эту их академию какую-то. Отучился на товароведа, управляющего. И чем занимался, тоже интересная была работа. Проработал, правда, недолго. Этот отдел закрыли, и я, в принципе, уволился оттуда. А так ездили, открывали магазины, катался по Московской области. Открывали магазины, запускали их, обучали персоналу работе. И переезжали в другой магазин. И опять принимали устроителей, и вот так вот катались, открывали магазины. Но потом этот отдел закрыли, мне предложили просто управляющим магазин. Я отказался, это вообще не то. Кем я здесь только не работал, кем только не пытался. Даже устраивался в Шереметьево стюартом на самолётах летать. Сказали, английский выучишь, приходи, возьмем. Ну, конечно, никто не учил английский. Да, работал в компании все инструменты еще здесь. Вот, кстати, тоже прикольный опыт был. Работал, работал, скитался здесь. Потом думаю, блин, надо на чем-то останавливаться. Всю жизнь что-то руками ковырялся. Думаю, надо что-то к этому приходить. И пошел на стройку. Уволился с работы. Ну и просто, как сказать, рукожопил здесь. Так не скажешь же, да? Выполнял работу, некачественные работы, работая на стройке. И вот хотелось по этой тематике уже развиваться. Хотя плитка была мне как-то по душе. И, блуждая на просторах интернета, наткнулся на компанию «Форсмонтаж». Позвонил, сказали, что туда требуются работники. Встретился с Алексеем. Мы с ним беседовали, наверное, полдня. Просидели на улице, на лавочке, беседуя. Вот, о стройке. Короче говоря, устроился я на «Форсмонтаж». Работать. На первом же объекте я встрял на соточку денег. Попал на первый же объект. Представляешь, только устроился «Форсмонтаж». Первый же объект мне дают. Тут же я встреваю на 100 тысяч рублей денег. Я понимал, что что-то происходит не то. И просто доверившись, скажем так, старшему мастеру на объекте, вот такая произошла казус. Испортил материалы на 100 тысяч рублей. Пришлось купить новый и все поправить. Также я познакомился с «Хилти». Я ушел с этого объекта чуть раньше. И звонит мне «Хилти», говорит, «Слушай, приедь это самое. Помоги мне инструмент вывести с объекта». Приезжаю, там заказчик стоит. И такой говорит, «Забирай его отсюда, пока я его не убил». «Хилти». Короче говоря, попал я в «Форсмонтаж». Нормально все, вроде вот работаю до сих пор, уже 3 года. Почти, 2,5. Ну, все устраивает. Атмосфера. Люди отзывчивые. Что мне нравится в «Форсмонтаже»? То, что мне не надо заниматься поисками клиентов. Мне не надо отвлекаться на встречи с заказчиком. Да, мне не надо выезжать на замеры. Все, мне ничего не надо. Я работаю и все. Когда я пришел работать в «Форсмонтаж», я думал, что я что-то умею делать по стройке. Ну, на тот момент я себя позиционировал плиточником. Но поработав здесь полгода, год, два, три, я понял, что я ничего не умею. И только-только начинаю все познавать. Все эту кухню. Чтобы я посоветовал мастерам, ну, надо полюбить свою работу, в первую очередь. Если тебе это нравится, если ты с желанием идешь на работу каждый день, то никаких проблем не будет. Засунуть подальше свое эго и учиться каждый день. И быть лучшим вообще необходимым в своем деле. Если ты не будешь к этому стремиться, то нет вообще смысла во всем этом. Да вообще в любом деле. Надо быть лучшим. Лучше, чем все. И учиться у лучших. И быть лучшей их. Все мои заказчики золотые люди. Ни с кем никогда никаких конфликтов не было. У нас в форс-монтаже практически на всех объектах есть разделение труда. Есть маляры, есть плиточники, есть сантехники. Когда я захожу на новый объект, мастера предыдущие, которые работали на данном объекте, говорят, что Макс, держись, все. Заказчики просто тяжелые, сложные. Еще тут натерпишься с ними. Ну а в итоге получается, что золотые люди все, причем молодцы. Я очень рад, что так случается. В чем секрет хороших взаимоотношений? Да, надо быть честным, прежде всего перед самим собой. И, соответственно, ты будешь честен перед всеми остальными людьми, которые тебя окружают. И просто все это будет назад возвращаться той же монетой. Это самое главное. При первой встрече с заказчиком необходимо добиться доверия к себе. И потом это доверие надо просто оправдать. Плитка – это мое призвание. Плитка – это… Не знаю, у меня, кстати, когда я жил в городе Ставрополь, я, будучи студентом, устроился на склад, где продают плитку. Достаточно такой известный магазин. Я думаю, он и сейчас процветает. И, по-моему, сейчас уже огромная сеть у них. В 20 лет, или в 18, наверное, или во сколько, где-то так, я эти плитки столько перетаскал, перекидал. И, видимо, все это отложилось где-то там у меня на корку. Когда я устроился в форс-монтаж, я позиционировал себя как плиточник и вел сначала объекты именно санузлы, что касается плитки. И на тот момент я еще даже сантехникой толком ничего не умел и не знал. Вот только сейчас я этому немножко учусь. Ну и потом, думаю, нужно развиваться дальше. И взял один раз комплекс под ключ квартиру. С Астасом, с напарником, со своим сделали. И я сказал, что больше таким вещами заниматься не буду. Малярка – это вообще не мое. Темный лес. Стяжки, штукатурки – это вообще просто. Хуже, по-моему, ничего не бывает. Плиточка, да, это мое. Лучше быть профессионалом в одном деле, чем пытаться разобраться во многих вещах. Допустим, как малярка и тому подобное. Интересно, знаешь, как заказчики обращаются, звонят и говорят, а вы делаете элитные ремонты? И думаешь, блин, что понятие его элитный ремонт, да? Ну вот, нет, элитный или какой? Что они так подразумевают у себя? Что для меня сложно? Для меня, в принципе, нет сложной работы в этом направлении. Что касается плитки. Все нравится, с удовольствием работаю. И стараюсь у Александра просить самые сложные объекты, какие есть, какие поступают предложения от заказчиков. Они одновременно все сложные, с другой стороны все, и ничего сложного. Что-то узнать. Тут зависимость, все зависит от заказчика. Свободное время. Если появляется у меня свободное время, я провожу его всегда с семьей. По крайней мере, стараюсь больше проводить времени с семьей, потому что и так совсем мало-мало. С сыном, своим любимым, дорогим ребятенком. Растет пацан. Тоже плиточником будет, наверное. Не дай бог, конечно. Спорт. Очень люблю спорт. А времени нет на него. Вот не знаю, как уделять хотя бы часик в день. Было время. Сейчас вообще нет времени. Не знаю почему. Вредные привычки есть. Сладкое люблю отрезкать в большом количестве. Не курю уже пять лет. Познакомился с супругой, Санечкой. Вот она у меня не курит. И я думаю, что я буду курить. Тоже бросил, и все. И как будто это вообще было не про меня. Терпеть не могу в курящихах людей. И на объектах, где я работаю, никто не курит у меня, по крайней мере. Но бывают наглецы все равно. Покуривают. Очень сложно найти толкового мастера, профессионала, любящего своего дела на нашем поприще, на этом строительном. Вот реально. Я не ожидал. Лехе отдельный респект. Красавчик. Я вообще молодец. Уважаю его. Кто бы что ни говорил. Хейтеров много. Ну, так вот собрать реально. Строительных задрот в кучу столько много. Леха молодец. Дорогие заказчики, обращайтесь в компанию Форс Монтаж, и будет вам счастье. Почему? Потому что мы делаем нормально. Мы любим свою работу. Мы... Мы молодцы. Слушай, может не будем с ней ничего снимать? Ха-ха-ха. Ай. Здравствуйте, дорогие зрители. Добрый вечер. Добрый день. Владивосток. Доброй ночи. Надеемся, это видео понравилось вам. Не забывайте ставить палец вверх. Подписывайтесь на наш канал, где много полезной информации о ремонте и отделке. Подписывайтесь на наш канал, где много полезной информации о ремонте.